Котёнок сидел тихо, ожидая помощи. Его глаза перестали видеть. Проходившая мимо женщина заметила его и, пожалев, решила забрать домой. Его бросили, потому что он был болен. Женщина бережно положила котёнка в картонную коробку и отнесла домой. По дороге котёнок вёл себя хорошо, оставаясь спокойным в своей коробке. Он не шевелился и не издавал никаких звуков, как будто знал, что его спасают. Женщина сразу же отправилась в аптеку, чтобы купить глазные капли и другие необходимые принадлежности. Когда она вернулась домой, её сожитель использовал картонную коробку и подгузники, чтобы соорудить уютное гнёздышко для котёнка. Они тщательно вычистили грязь из глаз котёнка, стараясь не навредить ему. Затем женщина попыталась накормить котёнка кормом и напоить его, но он не стал ни есть, ни пить. Возможно, он ещё не приспособился к новой обстановке, или, возможно, болезнь повлияла на его аппетит. Женщина была очень обеспокоена и положила в гнездо свою одежду, чтобы обеспечить тепло. Это всё равно, что завернуть котёнка в тёплое одеяло, чтобы обеспечить ему хоть какой-то комфорт. После того, как котёнок протрёт глаза, он, наконец, снова сможет видеть. В этот момент глаза котёнка сияют любопытством и радостью. На следующее утро кот спокойно созерцает окружающую обстановку. Возможно, он всё ещё вспоминает события предыдущего дня. Внезапно он, кажется, приходит в себя и становится более активным. Он начинает исследовать своё новое окружение, принюхиваясь и осматриваясь по сторонам. Женщина продолжает старательно чистить кошке глаза каждый день и давать ей глазные капли по расписанию. Это помогает ему быстрее восстановиться. Кошка немного сопротивляется, но лёгкий массаж глаз помогает глазным каплям лучше впитываться. Котёнок продолжает мяукать, выражая различные эмоции. Кажется, он действительно понимает, что говорит женщина. Это вызывает у женщины ещё большее сочувствие котёнку. Он осознаёт, что нашёл поддержку в своей жизни и будет стремиться к самосовершенствованию. Каждый вечер перед сном женщина тщательно убирает и готовит постель котёнку. Видя, как он уютно устроился там, она чувствует удовлетворение. Она также купила ему несколько милых маленьких игрушек в надежде, что он будет спать спокойно. Перед тем, как лечь спать, он, кажется, сопротивляется, как будто не хочет, чтобы она уходила. Поскольку котёнок не в состоянии самостоятельно питаться, его необходимо кормить с помощью шприца, в котором содержится питательное козье молоко. Со временем его состояние значительно улучшается, и женщина искренне рада этому. Котёнок умный, он быстро учится самостоятельно пользоваться лотком для мусора. Этот сюрприз заставляет женщину полюбить его ещё больше. Чтобы помочь птенцу расти, она продолжает добавлять добавки в его рацион, каждый раз используя шприц чуть большего размера, чтобы обеспечить его достаточным количеством пищи. Постепенно котёнок начинает пробовать есть самостоятельно. Женщина понимает, что ей нужен тщательный уход и что чистота необходима. Ей нужно жить в чистой и комфортной обстановке. Обстановка здесь такая уютная и располагающая, что можно спокойно спать. Котёнок становится более активным, и его мягкая шёрстка становится длиннее. Этот котёнок должно быть очень желанной породы. В будущем этот кот, несомненно, станет любимым домашним животным. Он всегда ходит рядом с ней. Его поведение, кажется, подразумевает. Поиграй со мной, я действительно хочу пообщаться с тобой. Теперь ему не терпится поесть. Его аппетит значительно возрос, и он даже пытается украсть еду. Чтобы согреть его по ночам, женщина купила специально для него электрическое одеяло. В конце концов, его тело всё ещё относительно хрупкое и нуждается в тепле. Он такой чуткий и послушный, и каждый раз, когда женщина видит его очаровательный вид, её сердце тает. Очаровательный котёнок постепенно выздоравливает с каждым днём, и женщина создала игрушку для кошек специально для него. Он действительно очень счастлив и уже считает это место своим домом. Жить здесь свободно и комфортно. Встреча с ним была предопределена. Если бы она предпочла проигнорировать это, возможно, он бы исчез из этого мира. Поскольку она решила усыновить его, она должна искренне и бережно заботиться о нём. Он похож на ребёнка, который не знает ничего, кроме невинного счастья. Его живое присутствие и радостное мяуканье стали самыми замечательными моментами в её жизни. Наблюдение за тем, как он превращается из некогда слабого и беспомощного существа в полноценную живую силу, наполняет её удовлетворением и гордостью. Это особое благословение в жизни женщины, приносящее бесконечное тепло и радость. Что бы ни случилось в будущем, женщина и котёнок не расстанутся. Они будут наслаждаться чудесными моментами, проведёнными вместе, и эта особая связь сохранится навсегда. До конца.